Привет! Привет! Добро пожаловать в The Sims 4 каникулы Лизи, 10 серию. Я поздравляю вас, если вы досмотрели до этой серии, потому что это завершение нашего проекта. Да, вот таким вот коротеньким он получился, но тем не менее. Я надеюсь, что вам понравился этот проект, вы привязались к Лизе и в целом. Напишите свою оценку в комментариях. Ну а на сегодня у меня очень большие планы. Во-первых, поступление в университет. Сейчас сразу мы подадим заявление. И во-вторых, у нас день рождения Тимати. Такие два потрясающие события сегодня будут, и нам нужно также оплатить счета. Я на самом деле даже не думала, что все так быстро закончится. Отлично, вот идет наша Лизя, сейчас она оплатит счета, и также сразу она сейчас подаст заявление в университет. Также мне интересно, что там по стипендиям. У нас как бы денег в принципе достаточно на университет, но стипендии тоже было бы интересно посмотреть. Ну давайте спортсмен. Как-никак у нее есть навык катания на лыжах, пока второй. Но сегодня мы отправимся немножко покататься на лыжах. Нам как-никак нужно попрощаться с Руби, попрощаться с друзьями. Мы, конечно, с ними будем видеться, но Лизя переезжает в университет, она уедет жить в общежитии, поэтому она будет резко видеться со своими друзьями. Но для начала нужно немного убраться дома и немного поднять наши нужды. После университета Лизя, конечно, вернется в этот дом. Я на самом деле вчера даже не заметила, насколько дома у нас было грязно. Лизя решила поспать днем, но я думаю, что отправится она на горы вечером. Время уже пять, в принципе Лизя выспалась. Я планирую отправиться вечером на горы, чтобы покататься на лыжах. В принципе, вечером там тоже очень красиво. Сейчас она немного покушает чипсов. У нее очень много осталось чипсов с прошлой серии, конечно. Посмотрите, как она рада. Ей, видимо, очень нравятся ее чипсы. Я на самом деле буду по ней скучать. Ну ладно, вот она доела, сразу решила помыть за собой посуду. И теперь мы можем отправляться в горы в последний раз, как минимум перед университетом. Возьмем мы, конечно, Руби, Каори и Киеси. Я помню, что мы начинали с бани, и сейчас мы снова отправимся в баню. Отлично, вот мы и пришли, собрались с нашей компашкой. И почему-то они не переоделись, это очень странно. Видимо, на улице весна, поэтому им тепло. Но я бы так не рисковала, поэтому лучше Лизя сейчас быстренько переоденется. И кататься мы пойдем на лыжах. Несколько раз высокая активность всем вместе. Прекрасно. Странно, у нас всего лишь второй уровень, но тем не менее мы сейчас смогли прокатиться с этого склона, потому что в прошлый раз нам сказали, что можно только с третьего уровня. Вау, вы просто посмотрите на эту красоту. Тут очень круто. Я думаю, сейчас у нас и будет третий уровень. Вы на это только посмотрите, как раз включили фонари и стало в два раза лучше. О нет, к сожалению, Лизя снова упала. Но вроде бы не так больно так. Я думаю, сейчас у нас уже будет третий уровень катания на лыжах. Отлично, она снова упала. Ура, вот катания на лыжах, третий уровень. И у нее почему-то дискомфорт, как синяки и ушибы. Бедненькая моя Лизя, ничего страшного. Сейчас ты научишься, мне кажется, кататься. В принципе, третий уровень уже вполне себе хорошо. Так, больше кататься она не хочет. Я думаю, мы сейчас купим еще парочку Симми. Как вы помните, в прошлой серии мы купили одного Симми. И второго Симми автомат нам так и не отдал. И в этот раз, конечно, всю коллекцию мы не собрали. Но, тем не менее, у нас есть половина. Я думаю, что мы это все заберем с собой в университет. Отлично, давайте его откроем. И у нас фигурка Симми Жасмин. Жасмин у нас была, купим вторую. Предметы застряли в торговом автомате. Это просто какое-то правило. Со второго раза обязательно что-то застрянет. Давайте попробуем хоть один раз вытащить. Вау, неужели получена капсула, получен наш предмет. Ямачан. По-моему, золотая фигурка была. Не уверена, что именно такие Ямачан. Но давайте третью фигурку купим. Так, принцесса Кордили у нас тоже была. Вы издеваетесь? Давайте еще одну купим. Отлично, получены предметы. Давайте откроем эту капсулу. Вы издеваетесь? Бадди у нас тоже есть. Все, последняя фигурка. Пять штук. Неужели пятая капсула и ничего не застряла? Давайте откроем. И сейчас, я думаю, что-то новое. Отлично, старик Габи. Хоть что-то новое попалось. К сожалению, здесь закрыто. Поэтому придется в автомате купить что-нибудь покушать. Я думаю, горячий луковый суп идеально подойдет. Очень интересно. Так, одну штучку. И потом мы отправимся домой. Застрявший предмет. Вы серьезно? У нас теперь еда застряла. Здорово. Отлично, все получилось. Теперь она выпьет свой суп. Вот, надеюсь, что супчик тебе понравится. Выглядит очень необычно, знаете. Просто посмотрите. Нежный напиток. Нам дали счастливый модлет. А вот от такой еды нам обычно дают дискомфорт. Сейчас воспользуйся туалетом, пожалуйста. И потом мы быстренько пойдем домой. Да, мы практически ничего не успели сделать. Но просто, можно сказать, попрощались с этими горами. Хотя Лиззи и после университета будет к ним возвращаться. Сейчас, я думаю, Лиззи, как всегда, придет, сразу уберется. И я хочу собрать все фигурки и продать повторки. Ясно. Всего у нас получается 6 фигурок. Я на самом деле думала, что у нас поменьше фигурок. Это, конечно, не вся коллекция, как я уже и говорила. Но в любом случае, мне интересно, пригласят ли нас на день рождения Тимати. Если нет, то мы просто придем к родителям, когда Тимати уже будет ребенком. Поэтому Лиззи просто осталось покушать сейчас чипсиков и дождаться утра. Просто посмотрите. Казалось бы, только две серии назад мы спраздновали Новый год. А уже у нас практически лето. И уже прохождение снежных просторов завершается. Ну ладно, время уже 8 часов утра. Я думаю, что Лиззи выспалась. Она пошла чистить зубы, принимать душ. И я даже не знаю, стоит ли нам завтракать или стоит подождать звонка родителей. Думаю, что стоит сейчас быстренько приготовить жареный сыр. И нужно проверять тут Тимати. Он у нас до сих пор малыш. Вау, я даже не замечала, что у Лиззи третий уровень кулинарии. Так, у нас еще день признания любви. Отлично. Нашей Лиззи, мне кажется, всегда было с кем его праздновать. По-моему, мы праздновали этот праздник один раз даже с Саллиным. А в этот раз мы будем праздновать его с Киеси. И я очень надеюсь, что мы успеем. Вау, четвертый уровень навыки кулинарии. Она очень похожа на своего отца, видимо. Но я уже решила, на кого она поступит. Это не кулинар, это даже не учитель, как ее мама. Это вы узнаете в конце серии. Нужно еще, кстати, периодически проверять статус объявления. Хотя, по-моему, нужно ждать около трех дней. А прошло даже меньше суток, я бы сказала. Посмотрите, письмо о поступлении в университет Бричестера и институт Фоксбери. Я на самом деле не думала, что это так быстро. Так, Лиззи не принято ни на одну из престижных программ института Фоксбери. Но зато в университет Бричестера это драматургия и искусство видения. Я так и хотела, на самом деле, в университет Бричестера. Не обязательно, конечно, престижные программы. Вау, это, конечно, очень неожиданно, что все получилось так быстро. Сначала я хочу отправиться, конечно, к родителям. А Тиммити все еще малыш. Ну ладно, Лиззи сейчас, в принципе, нечего делать. Поэтому я хочу, чтобы она отправилась на пробежку. Давненько она не занималась спортом. Не учитывая, конечно, лыжи. Вот, отлично. В своей новой спортивной форме. Так, нам звонит Каори. Нет, Каори, я к тебе не хочу приезжать. Я жду звонка от родителей. Так, престиж, отлично. У нее радость от того, что она поступила на некоторые программы. Четвертый уровень навыка фитнеса. Просто вау, у нас сегодня просто повышение навыков идет. Уже третий навык за одну серию. Кстати, мы тут бегаем не одни. За нами тут просто бежит Джена Акияма. Здорово, конечно, мы ее, кстати, знаем. Посмотрите, как красиво все это тут выглядит. Честно говоря, не понимаю, почему сразу и раньше я не бегала. Так, Джема, видимо, устала. Так, выработан образ жизни. Широкий круг общения. Ну, это точно, это точно про нашу Лиззи. Ну, Лиззи уже набегалась. Я думаю, так, ей не хватает общения немножко. Поэтому я думаю, она сейчас посидит немножко вот здесь и поболтает с продавцом. Питер Кларк, она его, кстати, не знает. Так, он закрылся. Ну, ладно, у нас тут очень много интересных других симов. Глория Сейлор, с ней мы тоже сейчас познакомимся. Просто посмотрите, как милое выглядит это знакомство. На мосту очень романтичненько. Ясно, она решила уйти от нас. Ладно, знаете, что лучше? Она просто пообщается сейчас с Руби и с Киеси по телефону, плюс дышим свежим воздухом. Просто решила посмотреть на Лиззи, и тут пришла какая-то девочка, просто загородила нам Лиззи. Вплоть до 10 серии практически все симы в проекте «Каникулы Лиззи» ходят в этих пакетах. Кстати, вау, кого я вижу, тут наша мама проходит в этом городе. Очень неожиданно ее встретить. Знаете, с ней я хочу и поболтать сейчас немножко. Потом как раз вместе мы сможем отправиться домой, праздновать день рождения Тимати. Как было, когда Тимати только родился, мы поехали домой на ночевку. И как бы странно это ни звучало, подарить я ему хочу вот этот вот простой сноуборд, так как он нам больше будет не нужен, а ему, я думаю, будет очень даже прикольно с ним поиграть. Как раз очень приятный цвет. Вы серьезно? У нас еще и уровень комедии повышен сегодня. Отличная серия. Ну ладно, пока она не ушла, я думаю, они поволтались. Как раз мама наша просто ушла от нас, даже не попрощалась. Но ничего, сейчас мы пойдем к вам. Вот мы и пришли. В плече стере, кстати, сейчас очень дождливо, поэтому не вовремя мы, конечно, приезжаем. Надеюсь, мама уже успела прийти домой. Давайте сразу переоденемся как-нибудь по-праздничному. У нас празднично есть вот этот вариант и вот этот. Давайте, наконец-таки, наденем это платье. Ни разу еще Лиззи его не носила. Отлично, просто вау, как же строго, как же просто очень красиво выглядит Лиззи. Тут у нас сидит и работает наша мама. С ней мы уже общались. Я хочу найти поскорее Тимати, потому что нужно поздравить его. Вряд ли у него уже был день рождения. Как вы видите, бывшая комната Лиззи уже готова стать комнатой нашего Тимати. Практически ничего не поменялось, только цвета. И также тут картинки нашей Лиззи. Прекрасно, Лиззи сама решила пойти пообщаться со своей мамой, поздороваться. А Тимати я так и не вижу. Ясно, вот он, вот он маленький мой мальчик. Я его так люблю. И по всему видимо у него останутся вот эти вот кудрявые и светлые волосики. Интересно, от кого? Возможно, от вообще дальних предков. Очень интересно. И, к сожалению, тут нет тортика. Скорее всего, сейчас на Лиззи накричат, если она начнет что-то готовить. Ну, давайте попробуем приготовить тортик для нашего Тимати. Надеюсь, он им воспользуется. Мне кажется, кокосовый торт был бы просто идеальным. И я очень боюсь сейчас рассердить нашу маму. Папа у нас, судя по всему, сейчас на работе. Так, судя по всему, Хваки идет прямо-таки за нами, чтобы мы перестали готовить. Хорошо, хорошо, мы перестаем. Вот, мы уже не готовим посмотреть. Тебе что-то не нравится? Вроде все хорошо. А нет, она пошла к Тимати. Вот, она начала почему-то разговаривать с нами. Что-то печальное произошло. Я не понимаю, что с ними не так. Ладно, знаете что? Я думаю, мы можем подождать сейчас, пока не придет папа. Я думаю, без него день рождения у Тимати не будет. И пока просто вздремнуть. Как всегда, спать мы нигде не можем, потому что тут даже теперь больше нашей комнаты нет. Но мы привыкли спать тут на диване. Вы только посмотрите на это наимилейшевство. Просто вау. Неподходящее место, конечно, но тем не менее, она, я так понимаю, учит его говорить. А я пока хочу рискнуть и возобновить кокосовый торт. Все, поняла, поняла. Не буду ничего готовить. Отлично, вот вернулся Сан к Холю. Знаете, пришел с работы, а тут твоя старшая дочка, которая вообще в другом городе живет, в праздничном наряде, спит на диване. Ну, в общем, пока они просто живут своей жизнью. Они почему-то собрались тут на кухне. Вы просто посмотрите на это наимилейшевство. Понятно, в кого пошел Тимоти. Так, подождите. Я только что просто переключилась на второй этаж. И посмотрите, что здесь произошло. А вот, что здесь произошло. В комнату нашего Тимоти находит какой-то мальчик с красными волосами. И оказывается, что это и есть Тимоти. У него красные волосы. Я уже так привыкла к блондину Тимоти. Извините меня, но что все это значит? Я честно не понимаю. Тимоти, это ты? Вот посмотрите, это Тимоти. Нам еще нужно подарить ему подарок, а он пошел спать, поэтому я так планирую утром. Мы уже будем дарить подарки, кушать. Родителям вообще наплевать. У него просто там день рождения, они кушают. Даже никто не возобновил наш тортик. Но окей. Просто посмотрите на этого ангелочка. Отлично, у нас еще сегодня день признания любви. Но тем не менее, чтобы сейчас на утро порадовать братика, я очень попробую, чтобы у Лизи получилось приготовить тортик. Точнее, очень постараюсь. Так, я тут слежу за родителями. В принципе, они не обращают у нас никакого внимания. И тортик у нас готов. Вы просто посмотрите, какая Лизи молодец. Лучшая сестра просто. И сейчас мы быстренько разбудим нашего Тимоти. Теперь вручим простой сноуборд на день рождения. Так понимаю, он мечтал о компьютере. Но, милый мой, извини, у нас нет пока таких денег. Вот когда Лизи закончит университет и начнет кем-нибудь работать, я думаю, что она сможет тебе подарить то, что ты хочешь. А пока тебе не нравится сноуборд, ты издеваешься надо мной. Ему просто не понравился сноуборд. Ну ладно, давайте просто немного поболтаем. Он у нас тут голодный. Ну ладно, раз уж сфотографироваться с Тимоти мы не можем, давайте просто сделаем его фото. Знаете, вот такое вот просто милое фото на память. Мне кажется, очень миленько. Кстати, вот тут наша Лизи стоит. В общем, теперь мы можем пригласить всех за стол. Я очень надеюсь, что Тимоти тортик понравится. Отлично, вот он и пришел. Вроде бы у него улыбка, вроде бы все хорошо. Вот, Лидия сама решила с ним пообщаться. Ладно, давайте поставим тортик на место. Как-никак наша мама почему-то тут спит. Я думаю, когда она проснется, она сможет покушать сама. Посмотрите, как же это миленько. Просто наимилейшая сцена. Как же я люблю этого Тимоти. Какой же он милый. Ну ладно, я думаю, что день рождения прошло очень даже хорошо. И пора приступать к самой заключительной части нашего прохождения. Сначала, конечно, мы сейчас проверим стипендию. И у нас отказ. Ну, ничего страшного. В любом случае у нас есть деньги, чтобы поступить в университет. Поступаем мы в университет Бречестера. И я думаю, что было бы здорово поступить на искусство ведения, чтобы стать законодательницей моды. Или, может быть, меценатом. В общем, давайте все же на законодательницу моды. Для начала мы возьмем целых три предмета. И я думаю, слишком реалистично. Картина эпохи реализма очень хорошо подходит. Жить мы будем, как я уже сказала, в общежитии. А не из дома. Так как дом довольно-таки далеко. И получается 1186 миллионов. В общем, вот мы и пришли. Сразу тут откуда-то Сангхоли. И приехали в университет. Мы, конечно, не одни. Переехать нам помог Киеси. Это очень мило с его стороны. Плюс я хочу хорошо закончить день признаний в любви. И на свидание мы, конечно, вряд ли пойдем. Но, тем не менее, я думаю, что мы немножко пофлиртуем. Плюс мы подарим ему розу, которую, по-моему, он нам и дарил. Ну, ладно. Кстати, я боялась, что забыла ноутбук дома. Но нет, он у нас тут с нами. Тут еще Наоки. То интересно, кто-то. Возможно, возможно, это брат нашего Киеси. Он у нас друг соседа по комнате. И еще он восходящая звезда. Он сам хочет, чтобы мы поцеловались под Амелией. И это очень мило. Ну, ладно. Спасибо огромное Киеси, что помог переездам. Я за это очень благодарна. Я думаю, теперь ты можешь отправляться домой или пообщаться со своим братом. А я давайте быстренько покажу комнату Лизе. Она выбрала именно-таки вот эту комнату. Также я хочу посмотреть, кто у нас тут сосед. И примерно тут она будет учиться. Соседей по комнате у нас пока нет. И нас тут приглашает Киеси на свидание. В общем, на такой прекрасной ноте я с вами буду прощаться. Я надеюсь, что эти каникулы, это прохождение вам понравилось. В общем, пишите в комментариях свои эмоции. И в целом, как вам финал? Я буду очень скучать по Лизе, по всем героям. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых интересных проектов. Потому что, на самом деле, каникулы Лизе для меня были чем-то очень большим. И с другой стороны, неожиданным. Потому что я не думала, что я закончу их так быстро. Я даже не думала, что я их начну. Но я хочу сказать, что если вы хотите начать что-то делать, никогда не бойтесь. Потому что я, на самом деле, в шоке, что я так быстро заканчиваю это прохождение. В общем, я желаю вам всем хорошего дня. Как всегда, хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok